Татьяна Перетолчина теперь занята приятными хлопотами. Обустраивает новую квартиру. Недавно молодая семья переехала в своё жильё. Конечно, радость. Это же ведь своя квартира теперь. Не нужно никуда будет мотаться. Своё есть своё. Муж Татьяны – сирота. Четыре года ждал своей очереди на жильё. Ускорить процесс помог жилищный сертификат. С прошлого года региональные власти утвердили новый способ поддержки льготников. Размер выплаты по сертификату – более полутора миллионов рублей. До этого времени мы реализовывали эту функцию только в виде передачи, собственно говоря, квартир детям-сиротам. И это накладывало достаточно большое количество ограничений. Теперь льготники могут выбирать – ждать заветных ключей от квартиры или получить единовременную выплату по сертификату и сразу оформить жильё в собственность. Преимущества последнего способа в прошлом году оценили уже более сотни сирот. Один из плюсов – индивидуальный подход. То есть семья сама выбирает квартиру и район, в котором хочет жить. Главное, чтобы жильё соответствовало требованиям. Есть условия и для льготников. 23 года и старше – без судимости. Не состоит на учёте в нарко- и психоневрологических диспансерах. И обязательно официальное трудоустройство. За счёт как раз-таки использования собственных средств, ипотечного кредитования, потребительского, материнского капитала, что, конечно, значительно расширяет возможности самих получателей. В конце 2020 года следственным управлением была проявлена инициатива, и мы вышли с ходатайством перед властями Новосибирской области о введении жилищных сертификатов для лиц из числа детей-сирот. В 2021 году данные жилищные сертификаты были выданы до 128 лицам, и данная, можно сказать, что данная инициатива была реализована. Даже после приобретения собственного жилья сирот не оставят. Специалисты департамента по социальной политике мэрии помогут решить проблемы, если возникли вопросы с выплатой ипотеки. Марина Аверин, Алексей Андробаев, Новосибирские новости.